В 2024 году отмечается 80-летие освобождения нашего края и всей Белоруссии от нацистских оккупантов. 1111 дней на Слонимщине фашисты и их местные приспешники творили геноцид, жгли, грабили и убивали. За моей спиной памятник деревни Василевичи. 16 декабря 1942 года фашисты проводили карательную операцию в Гамбург. Сюда согнали 181 человека с деревни Василевичи, Наростовичи и Поречи. Хотели спалить живыми, но в сарай, куда людей пригнали, оказалась необмолоченная снопа. И тогда их пригнали вот на это место, так называемое шведское кладбище. Расстреляли всех. Эти ироды не пожалели даже маленьких детей. Даже теперь, читая фамилии на могильных плитах, ужасаешься. Какими надо было быть нелюдями, чтобы творить подобное. Уже после операции Гамбург, палач Слонимщины, Геббис, комиссар Эрен, хвастался вышестоящему начальству, что во время этой операции было уничтожено 1676 партизан. Но на этот момент в отрядах имени Щорса и Советская Беларусь было не более 700 партизан. К тому же в ноябре проводилась блокада Волчьих Нор. А в декабре партизаны вообще не вступали в стычки с немецко-фашистскими захватчиками. И тогда каратели обрушили свой звериный гнев на мирное население. Есть книга память «Слонимский район». На 282-й странице опубликован список деревень, которые потерпели в годы Великой Отечественной войны. Непонятно, чем руководствовались и составители книги, которые помещали этот список, и тогдашние руководители местной власти. Этот список составлен в 1969 году, когда много было еще живых свидетелей. Так вот, в этом списке, к сожалению, нет деревни Василевичи. Нет деревень Загорье, Завершия, Залесье, где спалили живыми 73 человека, а позже расстреляли еще 40. Деревни, которые более всех потерпели, откаратели, к сожалению, в этот список не вошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова